Я так немножко рассказал, что и те знания, и те знания есть определенная система. И вот вопрос, для чего и зачем нужна руническая биоэнергетика, именно и заключается в том, что есть определенная система. Система обучения, система познания, которая дает определенные, ну будем говорить, костли или определенную опору на период знакомства с рунами. То есть не просто вот делай вот это и все, а почему я это должен делать? Знаете, может быть это сила, ну склад моего ума, я всегда задавал почему. Из-за чего и в школе, и в училище, и потом в институте, и даже когда вышел в трудовую жизнь, и при взаимодействии с людьми, у меня всегда был вопрос, вот пойди там сделай то-то. Я говорю, почему, зачем, то есть я должен понимать, зачем я это делаю. Пока я не понимаю, я с места не сдвинусь, из-за чего у меня очень часто возникали конфликты. От меня требовали тупое исполнение, а я это тупое исполнение просто не мог ему предоставить, потому что я не понимал, что нужно делать. То есть бери лопату, копай. Я тут же задавал вопрос, где, тут, где тут, можете показать, где конкретно. Вот здесь вот, хорошо, а где заканчивать, какой ширины, какой глубины, куда бросать землю, то есть нету понимания. Ты что, тупой, ты что, не можешь просто копать землю? Нет, я не могу просто, я должен понимать, где, откуда, какой глубины и куда землю эту складывать. То есть, ну вот где-то так. Поэтому руническая биоэнергетика нужна, в первую очередь, для того, чтобы человек, который постигает эти знания, мог на что-то опереться. То есть, у него была какая-то опора. То есть, не какая-то информационная невесомость, что вот висишь в воздухе и не знаешь за что, вроде бы и там есть право, но получается, отталкиваясь от одного знания и как в невесомости с большой скоростью летишь к другому знанию, упираясь в него, а оно отпружинивает. И ты вот как этот протон или нейтрон летаешь в вакууме в космосе, никак не можешь понять, где же ты, где же я, кто я такой. Так вот, если вы хотите стать оператором рун и управлять энергией через руны, то руническая биоэнергетика вам может помочь. И вот здесь вот я постоянно говорю тем, кто со мной контактирует, что есть разница между пользователем рун и оператором рун. Но само слово «пользоваться» и «оперировать», оно уже говорит само за себя. То есть, когда человек понимает, вникает в смысл, как работают энергии, он может ими управлять. Но если мы в данном случае говорим о энергетике, да, и очень хорошим инструментом может служить руны и руническая магия или взаимодействие рунической магии с биоэнергетикой. А вот просто пользователю, когда говорят «бери и копай», и он не задает вопросы, берет и копает, или ему там что-то говорят, и он что-то делает, то вот это все что-то без понимания – это не оператор, это пользователь. Притом, не обязательно вот в данном случае с рунической биоэнергетикой. Это может касаться, например, даже, извините, любой сферы, любого понимания. Мы можем пользоваться, например, компьютером, но не знать, как он устроен. Ну, мы пользователи, так и называется. А вот уже, если что-то сломалось с железом, там какая-то плата, вот компьютер не работает, мы кого вызываем? Мы вызываем оператора, да, мастера вызываем. То есть, мастер приходит и говорит, о, у вас здесь плата накрылась, ее надо там заменить, или подождите, я тут подпаяю. То есть, это уже специалист, поэтому оператор RUN – это тот, который знает, как управлять этой энергией, он понимает, как с ней взаимодействовать. А пользователь – тот, который нажимает, грубо говоря, на кнопки. Ему говорят, вот кнопка, вот это, это Enter, нажал на Enter, и все. Нажал два раза на Enter, а что это у меня там все исчезло? Вот, то есть, есть продвинутые пользователи, есть суперпользователи, есть там вообще хакеры, которые в железо не лезут, а есть реальные операторы, которые могут управлять этой энергетикой. Второй пункт, который я хотел бы рассмотреть, понять свои, освоить рунистику с позиции биоэнергетики. То есть, опять же, вот два направления, через которые я прошел, то есть, понять рунистику как инструмент, с помощью которого можно рассматривать биоэнергетику и управлять тонкими полями. То есть, диагностировать, создавать определенные вибрации той или иной частоты, которая может помочь восстановить тонкие поля, прочистить энергоцентры, восстановить общее самочувствие, не только физическое, но и духовное здоровье. То есть, создать определенные ситуации или вибрации с помощью инструмента рун в биополе человека. Вот, руны и биоэнергетика в этом случае могут понять, помочь в этом направлении. Научиться диагностировать ситуацию человека и самого себя. Порой, вроде бы, мы смотрим, что что-то с нами происходит не то, что нужно. Понятно, что можно биоэнергетически, если мы способны это видеть, если у нас есть этот навык, мы наработали его, то мы можем как-то увидеть. Но есть определенная ситуация, когда мы, например, себя можем не видеть. И нам иногда, мы обращаемся даже к другому специалисту, чтобы он увидел, что за ситуация. То есть, мы находимся внутри, мы ее не можем увидеть снаружи. Так вот, рунистика дает уникальную такую штуковину, как можно, находясь вне понимания, вне доумений, что с тобой происходит, сделать диагностику и по определенным принципам проанализировать ситуацию, что происходит с тобой. То есть, даже вот если ты не понимаешь, ну, есть там, допустим, определенные диагностические аспекты проявления того или иного аспекта рун, и ты можешь понимать, что, допустим, здесь у тебя вот это, здесь у тебя это, просто даже прочитать, уже есть какое-то понимание. А если есть понимание, где ты находишься, потому что мы находимся где, в жопе, ну, извините за грубость, в какой части ее мы находимся, в глубокой или не совсем глубокой. Поэтому, какие усилия надо прилагать, чтобы выбраться из этой ситуации, или большие усилия, или достаточно там почистить какие-то вещи. Вот здесь вот руны очень уникальный инструмент, который может просто продиагностировать ситуацию. Следующий это анализ и получение совета о рун, то есть, где теряется энергия и сила, а где она активна. То есть, мы зачастую, очень часто используем нерационально свою энергетику. Почему мы ее нерационально используем? Потому что есть блоки, на которые мы тратим энергию, и так как эти блоки находятся глубоко в подсознании, то нам или надо бежать к психологу, которому тоже нужен психолог, будем говорить. Но, тем не менее, он выучился, у него есть диплом, и начинается выкапывание проблематики. Вот руны уникальный инструмент, который может показать, где теряется энергия, то есть, где есть потеря силы, где есть блоки, на что обратить внимание. То есть, у тебя уныние, у тебя… Ну, вот скажите, человек, который впадает в депрессию, он видит, что он в депрессии? Нет, это видят окружающие. На самом деле, он думает, мне просто грустно, ну, очень грустно, ну, мне очень хреново. На самом деле, он впадает в депрессию, и мысли его могут зайти довольно не в ту сторону. Вот анализ с помощью рун дает совет, где теряем энергию, а где эта энергия, потенциал энергии завышен. Например, там, замечтался человек, да, его мечты, его иллюзии, он в этих мечтах живет, а на самом деле, его мечты не транслируются на проявленный аспект жизни. И получается, что нереализованная мечта, она угнетает человека. На самом деле, он свое внимание переводит на мечтание, и туда уносит всю свою энергетику. То есть, уходит от какой-то реальности. Это завышенный потенциал энергии, и туда тоже расходуется энергия. То есть, энергия расходуется на блоки и на все. Потому что каждому донатам 100% энергии, и можно себя так загнать, что использовать эту энергию, ну, на процентов 10, а 90% фиг знает, куда уходит. И человек начинает быстро стареть, он утомляется, у него проблемы со здоровьем появляются. Это все область биоэнергетики. Руны в данном случае, это все могут выявить. И руническая биоэнергетика дает инструменты для выявления. Пятое. Разобраться, как изготавливать амулеты, обереги, талисманы, артефакты, и как они работают на разных носителях. Ну, верите вы или не верите, честно говоря, это ваше право. Но я могу сказать, что любой предмет можно зарядить любой энергетикой. Любой. И кто знаком с магией, кто сталкивался с ней, он знает, что ваш личный предмет, он несет вашу энергетику. Есть любимая ручка, любимое кресло, любимая какая-то вещица и так далее и тому подобное. Она несет определенную энергетику. Это, допустим, вот этот кошелек у меня, допустим, счастливый, в нем всегда вводятся деньги. Ну, хоть гривна, ну или там рубль, или доллар у меня всегда там лежит. Но он всегда у него там какой-то там вводятся деньги. Или там, допустим, в этом месте живет барабашка, и мне здесь там или домовенок, или еще что-то в лапте там каком-то. То есть вот эта персонификация определенных предметов, она и создает определенную программируемую энергию. То есть любой предмет можно запрограммировать. Точно так же, если специально создать амулетику, оберег или талисмана, это все абсолютно разные вещи. Точно так же, как и артефакты можно создать. Артефакты – это не музейные экспонаты. Артефакты – это те вещи, которые мы, например, находя какую-то вещь, превращаем его в предмет силы. Но это очень часто используют в ритуальной магии, в шаманизме. Там свой жезл, бубен и так далее. К этому бубну никто не должен прикасаться. Или, например, торологи работают с определенными любимыми картами, и эти карты никто не должен трогать. Это тоже своего рода артефакты, которые считывают информацию с оракулов. Поэтому в рунистике, естественно, практика амулетики, там тоже есть свои какие-то определенные секреты. Ну, как секреты? Вообще руны переводки, вы знаете, я просто повторюсь, руны – это шепот, тайна в переводе древнегерманского. Поэтому руническая биоэнергетика нужна для того, чтобы понимать, как делать амулеты, обереги, талисманы. И вот это понимание, оно дает еще дополнительную силу человеку, который работает в магии. Ну и шестое – как грамотно составлять рунические формулы, вязи, ставы, запускать программы. Можно и инграммы запускать на тонкие поля человека, как изменять ситуацию, реальность и свою жизнь. Это все, в принципе, может делать рунистика. И, естественно, можно программировать биополе, можно программировать свою жизнь и так далее. Можно это делать и отдельно. То есть есть аффирмации, есть определенные молитвы, шепотки, разные есть способы. Но в моем видении, в моем понимании, что руны – это очень классный, уникальный инструмент, который позволяет это делать намного проще и легче, понимая механизм, как это должно быть.